Заключительные этапы Всероссийской Олимпиады школьников в самом разгаре, однако уже сегодня известны результаты по некоторым дисциплинам. Так по ним видно, что Вологодчина богата на умниц и умников. Семь человек числятся в призерах и один абсолютный победитель. Двое из призеров по русскому языку учатся в лицее АМТЭК. Ребята, которые сейчас стали призерами заключительного этапа, это, конечно, одаренные, талантливые дети. Это труд многих лет. Попасть на заключительный этап Всероссийской Олимпиады по любому предмету невероятно сложно. Достигнуть такого результата семиминутно или за один год невозможно. Катя занимается языком очень плотно и серьезно. Седьмой год, Ваня шестой год, начиная с пятого класса. Дети посещают факультатив по лингвистике, занимаемся много дополнительно. Едешь на все раз первый раз, волнуешься намного сильнее. Когда едешь, например, как я четвертый, то уже не особо волнуешься и примерно все-таки знаешь, чего ожидать. Ну, приехали, было сложно. Потом долго ждали баллы, потом долгие проверки, долгие апелляции. Но в итоге дождались, все хорошо. Для меня это второй всероссийский по-русскому. И вообще, я с Олимпиадами занимаюсь в классе седьмого. Наверное, для меня уже притупился вкус, нервов вообще никаких нет. Скорее поэтому я очень спокойно себя чувствую на Олимпиадах. Получаю удовольствие от седаний. Нет, но все в какой-то степени решаемо, если иметь определенную базу. То есть, обычно идут сложные задания на древнерусский, но если ты выучил грамматику и примерно понимаешь лексику, то они все решабельны. Все правила, которые даются в академических учебниках, вообще в учебниках, скорее пригодятся в заданиях по фонетике. Поэтому очень полезно почитать некоторые учебники по фонетике труду. Готовиться к региональному этапу мы начинаем 2 января у нас с традиции. То есть, вместо новогодних праздников мы встречаемся здесь и работаем, выполняем задания, изучаем что-то новое. Какая-то часть идет на самоподготовку, и ты должен как-то собраться, встать и сесть что-то почитать, или, может быть, что-то порешать. То есть, нельзя просто подготовиться с учителем, а потом приехать и все выиграть. Ты просыпаешься с утра, начинаешь читать какую-то книжку по русскому языку, потом делаешь конспектик, потом решаешь все раз какого-то предыдущего года, а потом оказывается, что занятие по древнерусскому. Ты идешь, слушаешь полтора часа лекции по древнерусскому, приходишь, думаешь, и очень хочешь спать, но ты сидишь и дальше читаешь книжки. Результат, который мы имеем на сегодняшний день, это такой синтез трех составляющих. Безусловно, одаренность детей, их мотивация, их трудоспособность и здоровое честолюбие – это, конечно же, дом, семья, родители, которые поддерживают во всем детей, помогают им, начиная от выбора школы, мне кажется, это тоже очень важно, до поддержки детей, когда ребенок изъявляет желание отправиться, например, летом вместо отдыха в летнюю лингвистическую школу, высшей школы экономики, и готовиться там в течение двух недель, то есть решать задачи, встречаться с интересными людьми и работать по предмету. Ну и, конечно, наверное, труда учителя, потому что для нас это тоже большой труд, внеурочный труд. Ну, во-первых, это возможность поступить, все равно рассматриваешь с этой стороны, когда участвуешь. А так, во-первых, это интересно, то есть это область знаний, которую хочется открыть для себя по-другому. Кроме того, это новое знакомство. Еще за счет Олимпиад может поднимать самооценку, показывать, ну, не знаю, показывать, что ты, может быть, лучше кого-то. Слова благодарности, бесконечной благодарности хотелось бы произнести в адрес талантливых детей, которых я в этом году выпускаю, и которые будут выпускаться на следующий год. Это учащиеся 10-11 класса и их родители. Потому что вот только вместе мы можем добиться результата.